Как управлять привычками, которые управляют вами? Если вы не знакомы с нашими программами, то я искренне рекомендую вам прочитать эту книгу, потому что эта книга – это замечательная возможность поработать с осознанностью, с тем выбором, который вы делаете в жизни, и объяснить самому себе во многом те действия и поступки, которые, возможно, сейчас для вас кажутся загадочными или непонятными. Почему вы делаете то, что вы делаете? Почему вы реагируете так, как вы реагируете на происходящие события? Можно ли изменить самого себя? Как привычки управляют вами? Что хорошего в этих привычках? Что плохого в этих привычках? Можно ли их вообще в принципе изменить и нужно ли тратить силы на это? Как достичь тех целей, которые для вас важны? И для многих из нас важно абсолютно разное. Но в основе своей лежит тот контекст, тот набор привычек, когнитивных привычек, отношенческих привычек, которые управляют нами. Вот осознание их и осознанная работа позволяют вам выйти из того замкнутого круга, в котором мы часто бегаем по одному и тому же маршруту, и начать жить по-другому, улучшить качество своей жизни и добиться того, что для вас действительно важно. Меня зовут Иван Мавров. Я разменял седьмой десяток и недавно подсчитал, что большую часть своей жизни, больше половины своей жизни я занимаюсь одной и той же работой. Я выхожу в зал и тренирую людей, будь то в открытом формате, либо в корпоративном формате. Бизнес-тренер или тренер по, скажем, личной эффективности. И за эти 30 лет, общаясь с многими-многими тысячами людей в зале, я пришел к выводу, что несмотря на разнообразие ситуаций в жизни, у нас, у людей есть несколько очень типичных привычек в нашем сознании. Они проявляются по-разному, потому что события разные, но сами по себе привычки одни и те же. И когда мы осознаем собственные привычки, у нас появляется возможность ими управлять. До тех пор, пока мы не осознаем их, они нами управляют. Именно поэтому, в конце концов, мы с моими коллегами решили написать эту книгу, чтобы большее количество людей могло познакомиться именно с этими простыми семью привычками, которые есть в каждом из нас. Эта книга о том, как задать себе вопрос, кто в доме хозяин, ответить на него, так это же я сам, и управлять теми привычками, которые обычно являются хозяйскими в нашей жизни. Причем это наши собственные привычки. Как вернуть себе право выбора своих действий, своего восприятия окружающих событий и, в конечном итоге, своих реакций на собственную жизнь. Как жить свою жизнь, управляя ею, а не подчиняясь своим собственным привычкам. Зачем работать со своими привычками? Человек соткан из привычек. В данном случае, по слову привычки, я не подразумеваю привычки, знаете, руки складывать таким образом или сяким образом, да, ногу на ногу или чашку кофе выпивать после того, как мы проснулись. Это не физические привычки. Я в данном случае говорю про ментальные привычки. Ментальные привычки. Точно так же, как и физические. Вот я прямо сейчас только что заметил, что я держу руки вот таким вот образом. И каждый раз, когда в жизни мне необходимо сложить руки, я их всегда складываю таким образом. Теперь я вряд ли их складываю автоматически вот таким образом, по-другому. Потому что я привык всю свою жизнь складывать так, что мой левый палец большой над правым пальцем. У других людей может быть другая привычка. Если вы попробуете даже эту привычку, то вы заметите, что если сложить иначе, то становится неудобно. Прямо такое ощущение, как будто бы какого-то пальца не хватает, да, или не в ту дыру залез один из них, да. Поэтому почему привычки существуют у человека с самого детства? Для того, чтобы человеку легче жилось. Мы пришли в эту жизнь, у нас нет привычек, никаких привычек. Что такое привычка? Это какой-то ритуал, много раз который был повторен. Он становится привычным действием. Зачем привычка нарабатываться? Еще раз, для того, чтобы легче было жить. Говорят, что, статистику такую читал, что в течение одного только дня взрослый человек принимает порядка 70 тысяч решений. Вдумайтесь, что это 70 тысяч решений. Хорошо, кто скептично к этому относится и не верит, что ежесекундно мы принимаем решения. Есть статистика о трех с половиной тысячах решений. Понятно, что исследования разные, разный масштаб того, что люди, видимо, считали решением. Но даже если мы возьмем самую заниженную, самую заниженную цифру, да, число 3,5 тысячи, 3,5 тысячи решений ежедневно принимали человеку. Очевидно, что 9,99,999 в периоде всех этих решений ежедневных, это автоматизм, как я автоматически схлопнул руки, точно так же в нашей нейронной сети есть автоматизм, наработанный с самого детства. Если этих автоматизмов не будет, то мне надо каждый раз думать, мне надо каждый раз напрягаться, какой-то свой дискомфорт преодолевать. То есть мне сложно жить. Чтобы ускорить эту жизнь и облегчить ее, снять нагрузку с мозга, мозг все время бежит по одним и тем же нейронным связям, чтобы человеку было проще, у него высвобождалась энергия на что-то еще, а это было в автоматизме. Вот еще раз, не только про свои руки, но и про ментальный процесс. У нас вырабатываются привычки, как относиться к людям, обижаться, не обижаться, кого сторониться, кого пугаться. Это привычка во взглядах по отношению к самому себе, что нельзя, что нельзя, что стоит, к чему я способен, к чему, ой, это не для меня. Это все привычки, отношения, взгляды к этой жизни. И работа со своими привычками, с одной стороны, она вначале, знаете, как усложняет нашу жизнь. Мне надо начать задумываться, как складывать руки. Но, с другой стороны, в этот момент человек выходит на новый левел, на новый уровень движения в своей жизни. Он уже живет не по привычной клее, а выходит на осознанность, большую осознанность. Ее добиться максимально и на 100% невозможно. Но работать со своими привычками – это очень простая логика. Либо, знаете как, я имею свои привычки, либо привычки имеют меня. Очень часто люди говорят, у меня есть такая привычка. А если быть точным, то есть смысл сказать, эта привычка имеет этого человека. Не я ее имею, а она имея и имеет. Она мне говорит, когда трусит трубку, когда обидится, когда затаится, когда выйти в этот момент из своей комнаты. А работа с привычками – это дополнительная степень свободы человека. И работа с привычками тоже рано или поздно может стать привычкой. Как многократно повторенный ритуал тоже становится привычным. И человеку уже это не является сложным, не является напряженным. А все, что повторено многократно, становится простым, естественным. Но степень свободы уже увеличилась. Знаете, как прыжок с парашютом. Первый или второй прыжок с парашютом, он непривычный, стрессовый, страшный, дискомфортный. Но сороковой, а уж тем патча 850-й, становится частью жизни. Работа с привычками дает другое качество жизни и количественные результаты. И действительно качественные результаты. Свои ощущения в этой жизни. Эта книга может быть полезна любому человеку, который заинтересован узнать что-то, чего он еще не знает. Первая привычка, о которой идет речь, это привычка быть правым. И большинство людей, не осознавая собственной привычки, они просто смотрят на мир в терминах «спасибо, я знаю». Мне неинтересно, я уже знаю. Иногда даже гордятся этой фразой «я знаю». Говорят это с таким опломбом, что это значит, что это хорошо. Мне кажется, это грустная фраза. В ней даже самая грустная фраза звучит «не надо мне ничего говорить, я все знаю». В этот момент человек расписывается в том, что жизнь закончена, он ничего нового узнать больше не может. Я все знаю. Те, кто заинтересованы в том, чтобы узнать что-то новое о себе и о том, как оно происходит в твоей каждодневной жизни, ради бога, эта книга простая, написана простым языком, никакой сложной теории там нету. Бытовые примеры, легко для понимания. Если вы заинтересованы в том, чтобы управлять своей жизнью, прочитайте эту книгу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok